здравствуйте дорогие рукодельницы меня зовут разжевалова наталья и сегодня я решила снять вторую часть мастер-класса о васильках почему потому что во первых васильки очень интересные цветы есть несколько способов которые мы с вами еще не посмотрели и плюс поступил несколько пожеланий где мои знакомые коллеги попросили уделить внимание еще василькам с пушистыми краями с пушистыми лепестками поэтому сегодня мы вот этим и займемся и так давайте вспомним во первых что на первом мастер-классе мы с вами посмотрели обычный василек как я его делаю на своих картинах василек который смотрит в сторону василек который сделан из ленты органза и с такой вот пушистой серединкой а сегодня мы с вами разберем еще два случая они очень интересны и я думаю будут вам тоже полезны итак начнем вот с этого василька посмотрите здесь я сделала обычную серединку из французских узелков ленточку использовал 3 миллиметра а вот как сделать такие лепестки мы сейчас с вами посмотрим то есть здесь я использовала ленту 12 миллиметров что с этой ленточкой я делаю принцип здесь такой же как при изготовлении ромашек с отдельными лепестками если вы не видели мой мастер-класс то посмотрите есть мастер-класс как делать ромашки с отдельными лепестками мы эту ленточку вставляем в иголку конец у нас свободный отреза отрезается под прямым углом и здесь мы должны сделать такой флажок это как раз похоже на лепестки настоящего василька для этого я обычными ножницами делаю вот такой флажок и обязательно нужно этот кончик опалить потому что иначе у вас постепенно вот здесь вот будет ленточка распускаться сильно опаливать не надо вот эти кончики они обычно подгибаются мы их немножко поправим что мы делаем напомню еще раз у нас каждый лепесток вышивается таким образом что мы сначала делаем лепесток с одной стороны и потом протягиваем ленточку под серединкой и выходит она строго с противоположной стороны то есть такой же принцип я использую когда делаю ромашки здесь удобно то что можно поправить так как надо здесь уже длиннее не надо отрезать как мы делали в ромашках там потому что мы опаливали он немножко подгибался этот кончик то здесь отрезаем лепесток такой длины какой нам нужен опять-таки делаем такой же флажок но это надо потренироваться вот чтобы именно в серединке сходились две на два наших разреза вот когда на работе мы второй лепесток делаем это уже намного сложнее чем первый такой немножко некрасивый у меня получился опалили чуть-чуть слегка вот этот кончик так и сделаем уже этот цветочек до конца то есть здесь опять делаем флажок можно использовать поменьше ножницы как маникюрные у них кончики поменьше возможно будет тогда легче это делать слегка опаливаем кончики вот если нам немножко разгиваем и смотрите здесь у нас получается осталось наверно сделать еще два таких двойных лепесточка сейчас мы с вами сделаем поправляем обязательно ленту так чтобы она ложилась ровненько в данном случае я делаю чтобы она именно лицевой стороной легла делаем ножны длины и отрезаем здесь делаем такой же опять на флажочек можно чуть-чуть приподнять этот лепесточек и вот так вот опалить но даже если у вас не одинаковые концы получается ничего страшного потому что как можно говорили в настоящих цветов у них не бывает строго все симметричные одинаковые лепестки то есть где-то у него загнулось немножко где-то ветер подул и вообще все лепестки могут наклониться в одну сторону то есть в природе нет такой четкой симметрии если у вас вышивки получается как-то допустим не ровно не симметрично в этом страшного ничего нет и так вот у нас последний лепесточек то же самое мы с ним проделаем но я вот так условно это называю флажки то есть это похоже на флажок и слегка аккуратненько подпаливает тут обязательно потому что иначе постепенно вот эти вот ниточки они все вылезут и у вас уже будет ни флажок а непонятно что и так вот посмотрите какой получился живой василек у него такие кончики треугольные похожие на настоящие и он естественный такой пушистый и вот очень интересный способ я этот способ увидела в одной из рукодельных групп довольно давно наверное уже год назад к сожалению там не был указан автор этого способа там были фотографии выложены то есть это был мастер-класс в виде фотографий и потом такой василек мы делали на занятии нашего женского клуба мне он понравился и сейчас я смотрю на работы многих рукодельниц и вижу что очень многие используют этот способ каким образом сделать вот такие пушистые лепестки я вам покажу вот как я делала хотя можно делать по-другому я использовал в данном случае вот такую ленточку из органзы она в данном случае даже видите с одной стороны более темную окраску имеет с другой более светлую поэтому я вырезала все вот эти заготовочки таким образом чтобы у меня темная страна была с одной стороны и она тогда получается именно в серединке то есть середин более темная края более светлые также вы можете использовать в этом случае ленточку разных оттенков в принципе можно даже сделать два слоя из ленты более темного цвета и из ленты более светлого цвета дальше поговорим о том как сделать вот такой край мне задавали вопрос о ножницах поэтому я сейчас несколько слов отдельно еще о них скажу есть специальные ножницы зигзаг именно для ткани вот так они выглядят здесь такие у него зубчики у них и эти ножницы именно для ткани бывают еще ножницы зигзаг в канцелярских магазинах которые для бумаги те ножницы покупать не надо потому что они только для бумаги если вы будете тканями резать то ничего у вас не получится то есть вот эти ножницы они видите такие массивные объемные и режут они именно ткань очень хорошо в данном случае посмотрите что мы делаем можно использовать шаблончик такой можно использовать предыдущий лепесток прикладывать по нему обрезать то есть это уже как вам удобно то есть я прикладываю шаблон здесь я его сделал специально чуть поменьше потому что нам нужен вот этот вот еще чтобы получился зигзаг вот таким образом и даже здесь вот я еще чуть-чуть края обрежу то есть вот такие нам нужны заготовки кроме того вот здесь все таки получается не настолько сильно выраженные вот эти зубчики можно делать еще следующим образом можно вырезать обычными ножницами такую заготовку то есть это полукруг у нас получается и делать эти зубчики ножницами что вы тогда добьетесь у вас будут эти зубчики намного больше они будут более ярко выражены то есть уже на самом васильке будут более заметны вот эти зубчики то есть если у вас нет таких ножниц либо если вы сами хотите вот именно чтобы у вас были зубчики такие более наглядные то можно использовать обычные ножницы тоже получается очень интересно ну давайте все таки используют те лепестки которые у меня заготовлены чтобы у меня было одинаково в данном случае я уже как обычно сделала часть работы чтобы вы увидели уже готовые результаты чтобы мы очень долго не делали одинаковые действия я использовать буду 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 использовать ниточку который называется мононить данном случае ну вот возможно ее даже не видно здесь она как леска очень тоненькая очень часто эта мононить используется в вышивке потому что ей можно закрепить какие-то элементы которые нужно чтобы было не видно как они они закреплены она очень тоненькая бывает разного она производства то есть у меня вот такая и похоже она на тонкую тонкую леску в чем ее преимущество в том что когда мы ей что-то подшиваем то ее абсолютно у нас не видно вот здесь я уже несколько лепестков пришил с помощью этой нити итак давайте посмотрим что мы будем делать вот такую заготовку как нужно сложить мы складываем ее пополам к середине и потом еще раз пополам то есть получается у нас вот такой вот уголок в данном случае я уже вывела вот эту ниточку на лицо и несколькими стежками эту ниточку закрепляем здесь у меня тут был нарисован карандашом круг то есть я двигаюсь по этому кругу вот вы видите что совсем стежки не видно и сейчас посмотрим еще на одном лепестке опять вот этот процесс чтобы вы запомнили что мы должны делать так смотрите лепесток мы складываем сначала его пополам и потом складываем еще раз то есть вот те концы края они у нас оказываются внутри получается треугольничек я вот так вот делаю сразу прокалываем она нитью и подшиваю уже сюда вот к серединке вот таким образом чуть-чуть он у меня поменьше получился так ну я думаю еще один мы сделаем как раз у нас еще один есть и так еще раз складываем пополам к центру и потом опять складываем две эти половиночки обязательно держим крепко потому что он может у нас распуститься тут у него большой остался промежуток куда можно еще один лепесток вставить достаточно двух-трех стежочков вот здесь вот сделать главное что они у нас вот получаются незаметными вот такой получается цветочек тут вот серединку я начала делать сейчас мы с вами еще продолжим на изнаночной стороне мы эту ниточку закрепили и отрезаем мы с вами на первом занятии говорили что серединки могут быть у василька выполнены разным способом и вот здесь я решила вам показать еще одну серединку другим способом я ее сделала я взяла две ленточки шириной 3 миллиметра цвета контрастные то есть одна лента у меня вот совсем светлая вторая лента чуть-чуть потемнее и в данном случае я хочу вам показать вот такой способ здесь мы будем делать просто петелки похоже это вот на то как мы делали пушистую серединку но резать вот в данном случае я их не буду то есть опять таки рядышком друг с другом делаю петелки здесь я их делаю поменьше чем в том случае из-за того что у нас ленточки две они разных оттенков видите вот у нас получается то одна лента лучше видна то другая то есть получается она серединка такая разноцветная главное что вот эти стежочки делать близко друг к другу один стежочек затянул и стараться не попадать в предыдущие стежки чтобы они у нас не затягивались так вот у нас получается ну еще я сделаю здесь вот и на изнанке следить чтобы не попадать в предыдущие какие-то стежки которые там уже есть у нас петелки на изнанке на изнанке я отрежу просто подпаливаю кончики и вот такая небольшая пушистая получилась серединка таким же способом можно делать мы говорили из ниточек мулине в данном случае я использовала две ленточки двух оттенков вот то есть вот такая серединка у нас получилась из петелок можно их вот специально еще выправить так чтобы было видно обе ленточки можно при этом способе с ленточками тоже как здесь их разрезать можно не разрезать вот в данном случае я сделала просто петелки вот в том способе который автор предлагал вот с такими лепестками там они делали серединку вот такую то есть ниточку мулине или несколько оттенков мулине то есть две или три ниточки сматывали вот таким образом кончики отрезали то есть это получается как пумпончик и вот эту серединку уже сюда пришивали но я вот такую серединку пробовала делать что-то она мне не очень понравилась но я вам просто хочу сказать что как вариант можно делать так еще есть интересный способ мы рассматривали его тоже на занятии женского клуба как сделать серединку я вам тоже его хочу показать можно взять ленту ну можно взять ленту два с половиной сантиметра в данном случае вот у меня была лента 5 сантиметров я ее разрезала пополам смысл какой мы один край ленточки который вот у нас отрезан постепенно распускаем по ниточкам вот так вот я вам покажу немножко и у нас остаются вот те нитки которые идут поперек распускаем распускаем мы почти до самого конца то есть оставляем снизу небольшую часть ленты не распущенной и получается вот такая замечательная пушистая у нас лента ее мы потом можем вот так вот скручивать аккуратненько аккуратненько не слушается она у меня то есть саму серединку скручиваем можно сразу подшивать ниточкой и вот такую интересную серединку пушистую можно тоже использовать и вставить ее ну любой вид василька вот сюда например получается очень интересно можно использовать лента нескольких цветов взять две например такие ленточки и скрутить то есть получается интересный очень василек мы вот делали на занятии нашего женского клуба такой василек то есть получается серединка пушистая такая очень интересная мы с вами рассмотрели несколько видов василька как его можно сделать хочу еще в заключении сказать что вы сами можете выбирать какую именно серединку к какому васильку делать то есть тут вариантов может быть очень много можно делать и в этом васильке такую серединку можно здесь сделать пушистую серединку то есть вы сами выбираете уже по своему вкусу какая середина подходит именно к вашему васильку и так я вам желаю творческих успехов надеюсь что мои мастер-классы будут для вас полезны то есть я планирую дальше делать такие мастер-классы по разным видам цветов и рассматриваем мы обычно с вами несколько способов еще раз хочу сказать что вы сами выбираете то что вам нравится и совет такой для начинающих смотрите больше мастер-классов смотрите работы многих мастериц потому что у каждой свои какие-то есть способы свои изюминки и затем уже у вас выработается какой-то свой подход то есть из всех десяти допустим вариантов василька вы будете выбирать то что вам нравится лично и то что подходит именно к данной конкретной работе и так я вам желаю успехов до новых встреч на моем канале смотрите канал подписывайтесь ставьте лайки до свидания до свидания